Обсуждаем сегодня с вами проблему домашнего насилия. Она на этой неделе как никогда актуальна в связи с последними событиями. Расскажите, вот вам, как к семейному психологу, часто обращаются с проблемами домашнего насилия? Ко мне обращаются с проблемами домашнего насилия, но, к сожалению, не часто. У нас принято замалчивать данную проблему, поэтому приходят редко. И есть еще такая установка, убеждение, не выноси ссоры из избы. Поэтому многие не говорят ни родным, ни близким, тем более не обращаются за помощью. Это принято у нас в стране однозначно, а в мире в целом тоже есть такая тенденция. Многие подвергаются насилию и об этом не говорят. Ну, вообще об этом говорить стыдно, о проблеме. И многие считают, что они сами виновны в том, что с ними происходит. Поэтому чувство стыда, чувство вины, что со мной что-то не так, не позволяет людям открыто об этом говорить. А можно сказать, что за последние несколько лет людей, которые приходят с такой проблемой, их стало больше? Ну, та же пандемия, может быть, толкнула людей за психологической поддержкой, психологической помощью? Да, запросов по семейным взаимоотношениям стало больше. И пандемия, конечно, на это повлияла. Так как людям пришлось жить и работать в ограниченном пространстве. И это повлекло за собой необходимость менять стереотипы взаимоотношения и общения. И многие к этому были не готовы. В целом, наверное, на процентов 30 повысились запросы именно по семейным контактам. Если говорить о цифрах, вот на каком месте наша страна по количеству жертв, пострадавших от домашней тирании? Статистические данные разнятся, показывают разные значения. Но общая тенденция говорит о том, что проблема очень актуальна. И наша страна, к сожалению, лидирует и на лидирующих позициях по семейному насилию. На такое мужское поведение очень влияет алкоголизация. И ничего не делается для того, чтобы процент пьющих людей стал меньше. И в целом состояние, то, что происходит в мире, и военные действия, это тоже про агрессию, это тоже про злость. И общий эмоциональный фон усиливает эти негативные тенденции. На каком этапе женщина приходит и заявляет о своей проблеме, ищет поддержки? На каком этапе она к вам приходит? Чаще всего приходит, когда проблема уже становится явной, когда невозможно скрывать побои на лице, невозможно вообще терпеть то, что происходит. Это такие уже поздние этапы развития проблем. Но с такой проблемой, как и с болезнью, лучше либо предотвращать, либо приходить на ранних стадиях, когда появляются первые сигналы того, что что-то в отношениях не так. Чаще всего на ранних этапах не приходят, потому что надеются, что само рассосется, проблема пройдет, что это какая-то временная история, что я смогу на это повлиять, я смогу его исправить, перевоспитать и так далее. То есть есть ложные надежды, что это не навсегда. Среди ваших клиентов есть те, кто замечали вот эти первые сигналы мужской агрессии? Первые сигналы вообще невозможно не заметить, потому что это что? Это когда повышают голос, когда поднимают на тебя руку, когда тебя унижают и оскорбляют публично и наедине, когда жестко контролируют твои действия, запрещают что-либо делать. Сигнал пропустить невозможно, просто отношение к этому у всех разное. Кто-то сразу бьет тревогу, а кто-то надеется на лучшее. Они боятся осуждения. Часто это случается, потому что женщина видела это в своем опыте предыдущем детском. Она видела насилие отца по отношению к маме, она видела или чувствовала насилие по отношению к себе. И тогда ей легче принять то, что происходит, и она с этим готова мириться какое-то время. Когда в квартире, в доме происходит ссора, пара, естественно, разговаривает на повышенных тонах, слишком эмоционирует, а это еще больше провоцирует вашему мужчину поднимать руку. Вот как нейтрализовать этот конфликт и остаться в живых? Если человек не умеет контролировать свои эмоции, он не сможет сдержаться, к сожалению. Поэтому этому навыку надо обучаться заранее. Умению контролировать эмоции и не поддаваться на эмоциональную провокацию. Своим клиентам я говорю о том, что хлопок невозможно сделать с помощью одной руки. И в конфликте всегда присутствует двое. Поэтому если конфликт назрел, надо максимально быстро оттуда выйти. То есть выйти прям физически, уйти, либо прекратить коммуникацию. Я не знаю, знакомы ли вы с такой статистикой? Не знаю, насколько она достоверна. В интернете пишут о том, что ежегодно от насилия в семье погибают 8 тысяч женщин. Как вот это все-таки предостеречь, изменить? Может быть, на законодательном уровне нужны какие-то рычаги? Лично я помогаю клиентке обратиться к самой к себе, да, бежать к себе и искать внутреннюю опору, внутреннюю силу. Потому что в абьюзивных отношениях очень часто падает самооценка. И у женщины нет уверенности в себе, она в себя не верит. И моя задача повысить эту уверенность, усилить эту внутреннюю опору. А уже с этой внутренней опорой она готова менять там и финансовые какие-то ресурсы, и еще что-то в своей жизни. То есть вот моя задача про это, да, дать ей психологический ресурс. А затем она уже сама решает, кому она может обратиться за помощью дальше. У нас есть кризисный центр для женщины, достаточно известное учреждение, которое оказывает помощь женщинам. Как не бояться уйти, потому что зачастую боятся преследования, и это случается, находят, ищут и так далее. Как вот не бояться, может быть, та же полиция, она вообще как-то помогает в этой ситуации? Полиция помогает, и полиция помогает, могут помочь и родственники, и соседи. Главное просить этой помощи, кричать, заявлять, но не умалчивать и не избегать, и не надеяться, что все решится само собой.